Добрый вечер всем, кто смотрит 5 латвийских только с этой минуты. Это программа без цензуры. Еще почти полчаса, даже чуть больше, в нашей студии Григорий Кваша. Он себя астрологом не считает, при этом считает себя разработчиком так называемого структурного гороскопа. А я еще эти 30 минут пытаюсь разобраться, что это такое. Мне, например, гороскоп устами господина Кваши сказал, что пора злодеев играть в кино, никто не приглашает. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. 12-летие увеличения внешней политики России в ближайшее время. То есть его раньше пугали запретом шпрот и танками русскими, бедную маленькую Латвию. А сейчас перейдут к активным действиям. Вот смотрите, один из самых действенных способов прогнозирования будущего, это отсчитать 72 года и сделать все с точностью до наоборот. Вы, наверное, так на память помните, что примерно происходило в 1939-1940-1941 году в отношении между Россией и Латвией. Латвия была еще свободна, но уже не было демократических парламентов. Вот эти же три года прибавляем 72, и мы получим некий перевертыш. То есть если Латвия, скажем, была тогда неким яблоком раздора между двумя монстрами, стоявшими друг против друга, милитаризованной Германией и не менее милитаризованной России, тогда назывался СССР. То есть сейчас все будет с точностью до наоборот. С моей точки зрения, абсолютно мирная Германия, ну я в это верю, я там был, и абсолютно мирная Россия... Ой, ладно, с ракеток пыльки стирают, да. Ну хорошо, в Германии, наверное, тоже какие-то ракеты есть. Наши военно-воздушные змеи, начиненные ядерные взрывчатки. Абсолютно мирная Россия, возможно, именно на территории Латвии встретятся и пожмут друг другу руки. Потому что быть очень плохо маленькой страной между двумя большими монстрами, но очень хорошо быть маленькой страной между двумя добрыми большими соседями... Почему Латвия не удалось, кстати, в 1934, в 1937, в 1939 году, а удастся сейчас? Тогда другой был враг. Тогда у России враг был Германия, сейчас у России враг Соединенных Штатов Америки. Кстати, Соединенные Штаты Америки, они враг не только России, они враг всей Европы. А для нас это друг стратегический и главный партнер. Нет, у Европы есть два серьезных врага. Это Великобритания и Соединенные Штаты Америки. И это понятно абсолютно всем, потому что если укрепится евро, то тогда доллару будет очень плохо. И Америка сделает все для того, чтобы евро утопить. А Россия была бы счастлива, если бы евро укрепился. Россия была бы счастлива, если бы в Латвии было бы все тихо, мирно и спокойно. Слушайте, я вообще так думал, мне так кажется, причем по самым разным причинам, от бытовых до каких-то геополитических, что будет сейчас за Китаем? Вот хочешь, не хочешь полтора миллиарда человек почти, тигр маленький еще пока, но тигренок уже подрастает. И даже жуткий антикоммунист Бжезяка Збигнев-Бжезинский предупреждал, что, знаете, вот Китай не трожьте, товарищи американцы, с ним нужно гружить. Им очень хочется засчитать себе победу над Россией, а врага другого нет. И вот они себе придумали врага в лице Китая. На самом деле Китай деформирован гораздо даже в большей степени, чем Соединенные Штаты Америки. Сейчас два государства, которые абсолютно негармонично развиваются. Это США и Китай. Китай абсолютно деформирован. Разрыв между коммунистическим, а оно коммунистическое, политическое устройство, и абсолютно разнузданный рыночный экономик, он страшный. Чего страшно? Десять лет, как уже в Компартии, миллионеров официально принимают. Принимают, но эта диспропорция, она только растет. Государство устроено негармонично. В Соединенных Штатах Америки есть страшный разрыв между тем, что они реально производят, и тем количеством долларов, которые они печатают. Они никогда... Соединенные Штаты со своим долгом не расплатятся никогда. Ну, это знают все, даже в Соединенных Штатах Америки. Да, значит, конец неизбежен. И конец, это называется взрыв. Такой же взрыв ждет Китай, потому что внутреннее потребление они наладить не могут. Китайцы не хотят ничего покупать. Правильно. Они за две пригоршни риса готовы работать неделю. А что дальше? А дальше, извините, если в Китае уже сейчас собираются элементы для космического корабля, и они китайские, а это... Рынок рухнет рынок. Рынок уже обрушивается. Китайцам уже некуда продавать свои товары. То есть все заводы придется закрыть. Всех рабочих придется уволить. Вы представляете, что это начнется? Ну, полтора миллиарда безработных. Ерунда какая. То есть все должно быть в равновесии. Вот в Китае это равновесие нарушено самым жутким образом. Хорошо. А вот для вас какая такая, ну, я не могу сказать целесообразная, потому что это тоже даже где-то надменно по отношению к Китаю. Ну, какая вот правильная схема развития для Китая? Вот убрать коммунистическую идеологию в сторону? Не, ну, понимаете, научный факт той теории, которую вот в книжке я вам подарил, что выхода ни у Китая, ни у Соединенных Штатов Америки нет. Мягкого сценария выхода из того, что они сделали, нет. То есть будет большой бум, барабум. Но точно такой же барабум пережил в свое время Советский Союз, скажем так, в 91-м году. Ничего, конечно... Распад Китая вы прогнозируете на провинции, на какие-то... Гонконг отдельно? Ну, и это не исключено. Тайвань давно просится. И это не исключено. Тибет вообще это... Политический коллапс будет очень сильный. То есть там... А китайцы, у них в принципе история такая, что какой-то мощной централизованной власти почти никогда ведь и не было. По большому счету. А политический вектор России сейчас с Китаем дружить? Потому что на всю... От Урала до Владивостока сколько миллионов 20, наверное, живет, да? Китай это будет... А вдоль Амура на китайском бережке 100 миллионов, так, случайно. Китай это будет последнее государство в мире, с которым Россия поссорится. То есть Китай самый главный российский партнер. Самый главный. Ну вот. И так вот, не означая вплавь, переплыли китайцы Амур. Китая категорически... Никита захватит Сибирь. Китай никогда ничего не захватывал. Это все тоже такая иллюзия. Шапками закидают, заплюют, конечно. Конечно. Зачем воевать? Китай... У них сейчас стоят построенные пустые города на своей китайской территории, в которой они не хотят заселяться. Все китайцы хотят жить вот в озере речки Янцзы, возделывать там, выращивать. У них огромное количество пустых территорий, которые они сами заселять не хотят. Чего вдруг они пойдут в Сибирь? Чего они там не видели? Коммунистическая партия прикажет и пойдут? Нет, нет. Ну, по крайней мере, пустыни свои собственные осваивать. Китайская партия осталась очень недолго. Ну, 21-й год это предел. Этого столетия? Да. 21-й год? Да. А что потом сменит? Ну, просто будет Китай. Как был СССР, сейчас просто Россия. Просто Китай будет. Ну, все-таки параллели сейчас многие политологи находят между Советским Союзом, Россией, между КПСС и Единой Россией, между там советскими вождями и господином Путиным. Есть эти параллели? Не, ну, я от них не отказываюсь. Дело в том, что... На его имперских амбиций. Был такой у нас деятель Егор Гайдар, он написал книгу «Гибель империи». Он немножко поторопился. Имперский цикл идет с 1881 по 2025 год, 144 год. Он очень поторопился. Имперский цикл в России закончится только через 13 лет. А потом что? Потом будет просто Россия. Но никаких политических потрясений не будет. Это будет очень плавно. Подождите, но вы вот эти 12 лет, вы говорите, что будет увеличение внешней политики России. Да, очень сильно. Экспансия там все сиряешь. Нет, экспансии не будет. Значение увеличится в России, дипломатическое. Да, прислушиваться к слову будут. А при этом в 2025 году все закончится, и что будет? Сам имперский цикл закончится. То есть Россия станет медленно, очень плавно превращаться в государство Запада. Такое же, я не знаю, как Италия, как Германия, как Канада. Просто в государство Запада. Что такое государство Запада? Государство, в котором главным вопросом является вопрос экономический. В России до 2025 года главным является вопрос власти, а не богатства, прибыльности и так далее. Россия сейчас готова любые дать деньги, чтобы свою политическую мощь усилить. В этом разница между империей и Западом. А вы представляете этих не очень трезвых, не очень трезвые лица, причем уже не только русской, разной национальности, которые, как немцы, брусчаточку мастят, не пьют, работают с восьми до двух, с двух до трех. Это я говорю про Россию, перешедшую вдруг на западный образ жизни. На уровне простого человека. В России часто бывает. Ну, так случалось. Россия — это выдающийся менеджмент, это потрясающая наука, это гениальное совершенно образование. В Москве, в Петербурге чуть-чуть сколково. У меня дочь занимается математикой на всей стране. В Новгородской области. Почему? Она перечислит вам просто все города, где сильная математика. То есть она занимается математическим образованием всех детей во всей стране. Есть города послабее, есть города посильнее. Очень силен Урал, например. И Челябинск, и Теренбург, и Томск, и Новосибирск. Огромное количество центров, где умнейшие люди. А потом фокус имперского ритма состоит в том, что, вот говорят, утечка мозгов, сколько умных русских уехало. Вот сколько уехало, ровно вдвое больше родилось. То есть таланты на России, как грибы после дождя. Но все равно до сих пор, и даже после всех повышений пособий и путинских декретов, смертность все равно превышает рождаемость. Кроме Чечни. Вот в Чечне там плодятся... Смертность падает, рождаемость увеличивается. Уже в прошлом году начался прирост населения. Ну, потихонечку все выруливает. Благодаря Чечне. Слушайте, а вот если во всей России разрешить, как вот разрешил Кадыров, многоженство? Жириновский. Каждому чубаю все по фейсу, и каждой бабе по мужику. Я сейчас про второе. Нет, этот вариант вообще не рассматривается. О многоженстве речи не... Почему? Кстати, многоженство... Это противоречит ментальности русской? Если уже говорить, допустим, вот сейчас в Соединенных Штатах Америки, скорее всего, станет президентом Ромни, который мормон. А у мормонов многоженство разрешено. У нас мы по этому пути не пойдем. Это сто процентов. Почему? Из-за православия? Из-за православия в том числе. И потом... Нет, сейчас никто не пытается православие сделать государственной религией или как-то их сильно поднять. Так оно уже сделалось. Нет, многоженство... Уже как праздник, так и Павел РТ показывает. Жириновский может говорить все, что угодно. Нагоженство официально у нас признано не будет. Слава богу, это даже не обсуждается. Почему, слава богу-то? Рождаемость сразу повысится. Нет. Не надо будет от одной жены скрываться перед другой женой. Не надо скрываться. Ты где, Маша, это ты, я в библиотеке? Делайте все, что хотите. В России на это смотрят так, сквозь пальцы. Хорошо, давайте опять немножко о политике, о внутренней политике России. Как вы оцениваете предвыборную борьбу? Как вы оцениваете то, что в России было и отчасти есть до сих пор? Вот эти вот кандидаты, вот это вроде как оппозиция Путину. Вот мы стараемся над единым фронтом. Жириновский помирился с Зюгановым. 20 лет. Стружку снимали друг с друга. Помирились, пусть из тактических соображений, но вместе... В самом страшном в своем сне Жириновский видит, что он побеждает на выборах. Ему это не нужно. Он такой прекрасный оппозиционер. Ему не нужно ничем управлять. Управлять Россией это страшная, тяжелейшая, жуткая работа. Жуткая. Потому что от советской власти достались нам развалины. 15 республик, все датировались. Все, кроме России. Всех кормила Россия. Всего две республики более-менее сводили по нулям баланс. Это Белоруссия. Кто-то еще. Все остальные были на дотации. Представляете, что стало с Россией? Она была просто выжжата, как лимон. Там руины остались. Представьте счет Латвии. Мы все оплатим. Степан уже, кстати, в счетной палате что-то считал. Понимаете, санкт-петербургская элита ездит отдыхать в Финляндию. Куда ездить в москвича? Конечно, не все хотят ездить. Не все любят жаркий климат. Очень многие... Все хотят ездить в Юрмалу, но по-прежнему ездят в Турцию и Испанию. Нет. Очень многие хотели бы ездить именно в Юрмалу и в Ригу. И любят Латвию всей душой. И хотели бы здесь и жить, и отдыхать. Здесь спокойно, здесь хорошо. Кому нужно портить отношения с Латвией? Боже мой. Политикам выгодно. Запретил шпроты, получил сразу бонусы. Коль скоро во главе угла стоит борьба за власть. Новостная политика в России. Литвы нет. Эстония негатив. Латвия позитив. Почему? Кто создал такую повестку? Нету этого? Вот лобби. Я такого не читал. Это вот из соседних комитетов? Я смотрю каждый день российские каналы. Из Латвии идут, может быть, ваши братья-журналисты, из Латвии идут добрые, приятные рождественские репортажи. У всех создаётся впечатление, что в Латвии всё хорошо. Мэр русский. Какая просто красота. Чудная, замечательная страна. Кстати, работал на этом канале, на нашем ТВ5. Об Эстонии больше негатива. Но в последнее время... Почему встать? Ну вот где-то наступили на мозоль сильно. Ой, а Латвия сколько раз наступала? У нас тут эсэсовцы ходили. Это тоже заголовки в российском интернете. Пропускают мимо. Вот Латвию... Кто-то даёт звонок, что Латвию трогать не нужно. Может быть, посол старается. Может, действительно, лобби. Может быть, Валдис Пельш. Может, ещё кто-то. Я не знаю. Но вот по Латвии идёт восторг позитив. А Литва почему замалчивается? А там да куда это? Её как будто нет. Вот я сам удивляюсь. Почему Эстония есть в российском эфире, Латвия есть, Литвы как будто её вообще не существует. Хотя в Литве жить удобнее для туристов российских там на Курской косе и где угодно. Всё проще и дешевле. Это странно. Для меня самого это странно. И Родион Щедрин с Великой Плесецкой уже 20 лет живут в Литве. И не рабаха это в конце концов наполовину. Бог его знает. Литва ведь когда-то была совершенно грандиозным великим государством. Это были великие воины. Огромная территория от Балтийского до Чёрного моря. Практически вся Украина называлась Литвой. Это же было грандиозное государство. А представление о Латвии такое. Балет, дизайн, шикарная Юрмала, поющий, голосящий Кивин. Новая волна. Новая волна. Которая ушла из Юрмала в этом году. Кстати, знаете, слышали? Слышал, да. Но надеюсь, что волна ушла, а что-нибудь другое придет. Не может. Святое место пусто не бывает. Кто-нибудь придет. Наша организация два года проводит международные конференции. Первую в Риге, вторую в Юрмале. Все были просто счастливы. А, кстати, к вам больше на международные ваши семинары и конференции приходят россиян, которые, так сказать, приходят мастерством кваши или там какую-то методологию освоить? Или местных латвийских, так сказать, интересующихся? Скажем так, 50% было из Латвии, где-то процентов 40% из России. Остальное это Германия, Израиль подъехали тоже на конференцию. Ну, было замечательно. Просто потрясающе. Вот такое... Все уехали счастливы. Но еще с погодой повезло. Было теплое море. Хотя сентябрь был. А мы, знаете, не от Путина, а от Пушкова взяли на вооружение разгон облаков. Да-да. Не, ну просто здорово. Все были в восторге. Даже представить себе невозможно, чтобы я такую конференцию провел в Москве, где шумно, пыльно, напряженно...